Всем привет! Автомобиль Nissan Sunny. Двигатель QG15DE. Полторашка. Сам кузов FB15. Машина 2003 года. Работает этот фулк нормально. Что случилось? Случилось то, что перестала работать печка. Темно. Подсветим. Подсветим. Панель приборов. Комбинация приборов. Перестала работать печка. Пробег 213904 км. Ехал, ехал. Раз и печка перестала работать. Вот сама панель. Панель управления печкой. Автоматическое включение. Я так понял. Вот это забор наружного воздуха. Это внутренний воздух. Кондиционер. Ну и сама печка, вот видите, включена в третье положение. Даже не в третье, будем говорить, а в четвертое. Потому что в первом положении это ноль. Потом автоматическое поддержание температуры. Температура устанавливается вот здесь. Вот тут написаны три цифры. Я так понимаю, от нуля 20 градусов, 25, 30 градусов. Тепла. Чтобы из печки шло в салон. Если устанавливаешь условно 5, 25, и вот здесь вот тумблер, или как ручка стоит на авто, то она автоматически должна поддерживать температуру 25 градусов. Устанавливаешь на 30, должна 30 поддерживать. В данном случае, в какую бы сторону ни повернул, печка молчит. Зажигание включено. Я уже показывал. Зажигание включено. Заводить ее не буду. Зачем заводить? Она не так должна работать. Но печка молчит. В данной модели, чтобы не лезть лишний раз в печку или еще куда-то, я попробовал проверить все предохранители. Предохранители находятся вот здесь вот под панелью. Машина праворукая со стороны водителя. Дверка открыта. И вот здесь вот, с правой стороны руля, еще раз, с правой стороны руля, под торпеда, или в самом торпеда, находятся предохранители. Вот они, они, все предохранители. Все предохранители целые. Проверил я их. Это у нас, видите, для сигарет, видимо, место. Так, все целое. Также проверил предохранители в моторном отсеке. Сейчас показывать не буду, может попозже покажу. Сама печка, я их тоже проверил, к слову сказать. Сама печка находится под, или как, перед ней находится ящик, перчаточный ящик, или на жаргоне бардачок. Вот, бардачок. Это имеется в виду, куда мы можем сложить всякие разности. Вот нам нужно этот бардачок открутить, вытащить отсюда. И там, вон дальше виднеется печка. Вот она, беленькая. Это печка. Что я хочу сделать? Сначала проверю, работает ли сам мотор печки. То есть фишку отсоединю, и посмотрю. Посмотрю, если она крутит, значит где-то неполадки в электронике. Сейчас будем снимать перчаточный ящик. Чтобы снять перчаточный ящик, его нужно открыть. И вот здесь внизу, вот с одной стороны, слева, вот здесь внизу в самом, это вот есть шарнир, на котором она движется. Его нужно вот так вот рукой взять. Флажок такой, сейчас покажу. Ах ты. Вот он, видите, выходит. Типа флажка. Здесь не знаю, как правильно назвать это. Можно, конечно, опа. Вот он, я его вытащил. Видите. Вот я его вытащил. Покажу правильно. Он уже обломан. До меня его кто-то обломал. Видите, и с другой стороны. Вот он, вот такой же флажочек. Сейчас. Сейчас, чтобы к лампу не пристроить. Вот этот вот флажок, вот этот, его тоже надо потянуть сюда и вытащить. Сейчас мы это сделаем. Сбивай. Мне лучше отвертку взять. Да, вот взял я отвертку. Так вот, видите. Уже он вылез. То есть, тот флажок даже до конца не вышел. Правый. Бардачок снят. Вот он лежит уже. Лежит он уже на полике. То есть, для того, чтобы снять перчаточный ящик или в простонародье бардачок, нужно с левой стороны вытащить вот такую фишку. Вот такую. И с правой. Она еще вот там. Вот. А эта фишка, когда сам перчаточный ящик ставим на версток. Ну, то есть, вот сюда вот. Он закрывает печку. Эти фишки входят. Одна вот в эту сторону. Вот она. А вторая в эту сторону. И вот она у нас печка. Печка подключается вот этими вот проводами. Вот видите, тут два провода идет. Вот такое ощущение, что их уже не ощущение, а точно, что их уже здесь кто-то переделывал. Вот видите. Обычно они подключаются двумя вот такими толстючими проводами. Один провод и второй. Но здесь вот уже переделка. Переделка. Вместо двух проводов идет три провода. И вот они, соединение. Ну, сейчас моя задача отключить вот эту вот фишку. Вот эту вот фишечку, которая там под низом виднеется. Под низом вот этого блока с вентилятором. Подключил я контрольную лампочку к разъему. Включаю зажигание. Так, зажигание включилось. Теперь включаю я на автомат. Ничего. Первое положение. Вот. Лампочка горит очень тускло. Второе положение поярче чуть-чуть. Печка быстрее должна крутить. И третье положение совсем ярко. Ну, аккумулятор дохлый, поэтому вот видите, сейчас выключил. Осталось проверить сам моторчик, который управляет, который крутит печку. Не печку, а крыльчатку в печке. Вот. Ну, я его позвонил, сопротивление не увидел. Сейчас еще подключу для чистоты экспериментов 12 вольт. И посмотрим. Подключил я плюсовой провод к плюсовой клемме печки. Минусовой тоже к минусовой. И подключил, естественно, к аккумулятору. Тут есть старенький аккумулятор. для проверки. В нем 12 вольт. Я подключаю плюсовую красную к плюсу. Вот он плюс. И минусовую к минусу. Вот она. Печка молчит. Здесь вот я вижу прорези кто-то делал. Видимо, устанавливали в ниссановскую печку тойотовскую. Такое ощущение. Потому что вот этот разъем это разъем характерный для автомобиля тойота. Вот она неисправность. Все. Варчик открывался просто, как говорится. Так, а там что снизу? Сейчас снимем, посмотрим, что там такое сделали. Пока даже не вижу. Сам буду смотреть на видео. Герметика отсюда видняется. Печка. Печка.